Дорогие друзья, еще раз в качестве председателя правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом хочу приветствовать всех наших друзей, которые приехали из 97 стран мира и представляют многонациональный, многомиллионный русский мир. Всех вас, где бы вы ни жили, ни трудились, объединяет любовь к русскому языку, к нашей культуре, к нашим традициям, чувство ответственности за судьбу отчизны. Мы высоко ценим такой настрой, который присущ абсолютному большинству соотечественников. При этом, разумеется, понимаем, что лучшее признание ваших усилий в укреплении нашей Родины, Великая Россия, которую мечтали и которую создавали своим трудом на протяжении столетий многие поколения наших предшественников. Нынешний год проходит под знаком 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Мы глубоко признательны всем вам за бережное отношение к исторической памяти, за активное участие в акциях «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», за противодействие попыткам фальсифицировать историю Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, уравнять жертвы палачей, возвести в ранг героев, нацистов и приспешников. Россия проводит независимый, самостоятельный внешнеполитический курс, отстаивает приоритет международного права, необходимость уважения центральной роли Организации Обедненных Наций. При этом, как неоднократно подчеркивал президент Путин, несмотря ни на какие действия наших коллег, мы никогда не пойдем по пути самоизоляции, по пути поиска врагов. Будем всегда готовы к сотрудничеству со всеми, кто отвечает нам взаимностью и кто на деле выстраивает отношения на равноправной взаимоуважительной основе. И я убежден, что наши соотечественники, которые хорошо знают обстановку в тех странах, где вы живете, могут и вполне эффективно этому способствовать. За то время способствовать нашему сотрудничеству с государствами, в которых вы живете. За время после предыдущего Конгресса совместными усилиями мы добились значительных результатов. Выполнена программа работы, которую мы принимали на 2013-2014 годы. Принята новая программа на трехлетний период, которая призвана обеспечить поступательное углубление взаимодействия с русским миром. И это направление остается в числе ключевых внешнеполитических приоритетов нашей страны. Доказал свою эффективность и пользуется высокой оценкой с вашей стороны. Созданный три года назад фонд поддержки и защиты прав соотечественников, который оказывает экспертную юридическую помощь многим представителям диаспоры, прежде всего в Прибалтике. Проведено более 200 страновых, 30 региональных конференций. Сформирован межведомственный сайт по делам молодежи при правительственной комиссии. Подписан протокол о взаимодействии между Общественной палатой России и Всемирным координационным советом соотечественников. Углубляются связи между диаспорой и российскими регионами. Россия это многонациональная страна и по линии правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом постоянное внимание уделяется поддержке традиции не только русского народа, но и татар, евреев, других российских народов. В частности, во взаимодействии со Всемирным конгрессом татар, который объединяет представителей многомиллионной татарской общины России и зарубежных стран, планируется проведение общеевропейского сабантуя в Великобритании. При поддержке правительственной комиссии учрежден Европейский альянс татар, второе заседание которого прошло в Париже в прошлом месяце. А в будущем году в Казани состоится седьмой уже Всемирный форум татарской молодежи, которому намерен оказать организационную и иную помощь. Большое значение передаем информационной составляющей. В сотрудничестве с диаспорой, помимо журнала «Русский век», выпускаются три региональных журнала для соотечественников. В более чем 70 государствах организациям соотечественников оказывается содействие в подписке на российские периодические издания. В октябре прошлого года учрежден фонд сотрудничества с русскоязычной и зарубежной прессой, который помогает продвижению объективной информации о России и о россиянах. Потенциал для работы солидный. В 70 государствах действует свыше 3000 СМИ на русском языке. Большое внимание уделяем и работе с молодым поколением проведению спортивных мероприятий, которые пользуются большой популярностью среди соотечественников. Дорогие друзья, убежден, что наши соотечественники обладают поистине неисчерпаемым потенциалом. Мы видим и ценим ваше желание быть полезными исторической Родине, способствовать ее поступательному развитию, укреплению доверия и сотрудничества в международных делах. Надеюсь, что нынешний Конгресс будет весьма плодотворным. И завершая свое вступительное слово, хочу пригласить на трибуну Валентина Ивановна Матвиенко, председателя Совета Федерации и Федерального собрания Российской Федерации. Спасибо. 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 Спасибо.